Слева направо Брацелла Алексей Максимович и Калашников Иван Николаевич. Воевали они, значит, оба у меня в белорусских лесах, оба дожили до пенсии. Один у меня прадед жил на Украине, второй в Татарстане. После военного времени мой прадед построил часовой завод «Восток», часы командирские. Он по сей день производится. Дед говорит, в общем, гордись прадедом, и войну прошел, и построил часовой завод «Восток». Кстати, прадед был пленен, бежал из плена, был ранен. Ну и такая вот у него тяжелая судьба очень. Ну, чтим традиции. Как-то историю сейчас расскажу года три назад. В общем, одел форму, сходил, бессмертный полк прошли. И 10 мая выхожу из комнаты, бабушка со слезами обняла и сказала, они бы тобой гордились. Это флаг ВДВ. Мы представляем Обинское боевое братство общественной организации. А то, что этот праздник, это всенародный, мои два деда погибли в этой войне. Ну и вообще, та война, которая была, 41-45 год, это просто трагедия мирового уровня. И как это ни отмечать, ни праздновать. Конечно, надо помнить своих предков, передавать молодым то, что мы получили от ветеранов Великой Отечественной войны. Бородственник с мужской и женской стороны, это мой дедушка, он воевал. Четвертый Украинский фронт получил медаль за отвагу в конце. Пожил недолго, в 60-е годы уже умер. Все время ходил в гимнастерке, в кирзовых сапогах. Я была просто маленькая, застала, был очень строгий и серьезный, я его очень уважала. Второй дедушка у нас с другой стороны, с мужской стороны, это отец моего мужа. Он участвовал в Станинградской битве, еле выжил. И когда вернулся домой в Башкирии, он прожил недолго тоже. Он успел, детей родил, двоих, троих, и все, и умер. Прошли полностью войну, да? Они полностью прошли, вот дедушка Григорий умер в 2000 году, но этот немножко пораньше, в 66-м. То есть они полностью прошли войну, тут у них видны боевые медали, ордена. Здесь и фрейтор, а здесь этот дедушка был танкистом. Ага, но это пехота, да? Да, вот эта пехота, Григорий был пехотинцем, этот танкистом был. Ага, так что вот, наша гордость. Не, вышли с ними, чтобы они как бы тоже, знаете как, заочно поучаствовали и порадовались за нас, что мы с ним были. Моя бабушка, она защитник тыла, работала на Тульском оружейном заводе, делала снаряды для большой крупной техники. Это мой прадед, он погиб в Могилевской области в 42-м году. Они было сражение, не переодевались в форму поляков. И во время сражения он погиб. Сейчас захоронен там, в могиле. Есть как бы у нас координаты, все. Соблюдаем это. Дед мой мужа прошел всю войну. Кадровый офицер служил в Бардейском полку. Закончил службу звания капитана. На парад 24 июня 45-го года он лично снаряжал коня для маршала Рокоссовского. Рокоссовского. Рокоссовского.